Всех приветствую! В этом видео я хотела бы рассказать о книгах, которые теперь живут в моей домашней библиотеке, и пополнение которых состоялось благодаря акции «Списанные книги», которая стартовала в 2020 году, уже второй раз, 11 августа. Итак, первая книга — это «Многоликая Мексика». Эта книга 1988 года, она очень хорошо сохранилась. Я очень люблю историю, традиции, культуру латиноамериканских стран, поэтому, когда я увидела данное название и что она отдаётся, я сразу же её забронировала. Думаю, что чтение данной книги будет очень познавательно. Вторая книга — это книга Сары Блейк «Долгоруковы. Высшая российская знать. Династия». Как можно понять из названия книги, речь здесь ведётся о роде князей Долгоруковых. Опять же, я люблю историю России и думаю, что чтение данной книги тоже принесёт мне, доставит мне немало интересных минут. Третья книга — это книга Людмилы Бояджеевой «Двое Дитрих» и «Ремарк». Эрик Мария Ремарк является одним из моих любимых писателей, поэтому, когда я увидела данную книгу, я подумала, что мне будет интересно прочитать об истории любви, об истории взаимоотношений таких незаурядных людей. Дальше уже идут детские книги. Это книга Арчи Бинза «Бастер ко мне». Тоже неплохо сохранилась книга 68-го года. Эта повесть здесь повествуется, вкратце, здесь повествуется о том, что у мальчика появляется необычный питомец, тюленёнок. Ещё одна книга — это книга Феликса Семеновского «Повесть о фронтовом детстве». Данную книгу можно отнести к периоду Великой Отечественной войны. Так как у меня мало очень книг на данную тематику, я мало читала, то я считаю, что нужно догонять и нагонять свои познания в этом. Ну, конечно же, произведения тоже. Ещё одна книга — это «Кабардинские народные сказки». Тоже довольно неплохо сохранилась. Книга 77-го года. Здесь всё просто. Я очень люблю сказки, поэтому чтение сказок различных народов доставляет мне особое удовольствие. Сюда же идёт книжка «Чукотские сказки». Это книга 64-го года. Дальше у нас следует книга Анны Марии Матуте. Это «Безбилетный пассажир». Книга 69-го года. В описании указано, что это известная испанская писательница. С её произведением я буду знакомиться впервые. Надеюсь, мне понравится. Далее следует книга Софьи Прокофьевой «Сказка о ветре в безветренный день». Тоже детская книга, которую я не читала в своём детстве. Издание 67-го года. Ещё одна книга Хелена Бехлерова «Дом под каштанами». Я видела издание 1970-го года. Это книга польской писательницы. Я не единожды видела на рецензии на эту книгу. Поэтому, увидев её в списке писанных книг, тоже решила взять. Ещё одна книга из серии, из тематики Великой Отечественной войны. Это книга Евгения Рыса «Девочка ищет отца». Тоже неплохая сохранность. И тоже тематика Великой Отечественной войны. Думаю, будет интересно прочитать. Книга плавильщика во времена года. Здесь название «Говорит само за себя». Описываются разные времена года. Книга Гайдара, мои товарищи. Тоже будет интересно перечитать. Борис Рябинин «Нигер». Это книга про собаку. Я очень люблю всё, что связано с собаками. Поэтому не могла не взять данный экземпляр. Книга Павла Васильева «Фронт рядом». Опять же, название «Говорит само за себя». Книга на тематику Великой Отечественной войны. Книга Гордейчева «Ах и ох». 1973 года. Почему взяла? Ну, потому что я люблю очень советские иллюстрации. Иллюстрации советских художников. Поэтому тоненькие и мягкие тоже очень люблю брать. Ещё книга Бориса Корнилова «Как от мёда у медведя зубы начали болеть». Здесь рисунки Ротова. Это книга 60 какого-то года. Книга Льва Куклина «Дедушкин праздник». 1971 года. Книга Сладкова «Лесные сказки». Сладкова я люблю за то, что он очень всегда интересно описывает природу, животных. Вот в таком вот интересном переплёте самодельном. Книга Николая Букина «Север фаз». Это опять же книга про... Связана так или иначе с собакой, поэтому я её не могла не взять. Книга Соколова-Микитова «Русский лес». Это опять описание природы, описание животных. Книга Прейсена про козлёнка, которую умел считать до десяти. Здесь мне нравятся иллюстрации, поэтому я её взяла. Следующая книга – это «Синяя свита наизнанку шита». Тоже в таком самодельном переплёте. Это белорусская народная сказка. И, конечно же, я её взяла из-за чудесных иллюстраций Милошевского. Само издание 68-го года. Следующая книга, которую тоже поселилась в моей библиотеке – это «Два жадных медвежонка». Тоже в самодельном переплёте. С ними чудесными иллюстрациями Рачёва. Само издание 1953-го года. Ещё одна книга – это книга Асеевой «Волшебное слово» 70-го года. «Летний дождь» с рисунками Кузнецова. Скребицкий, «Лесной голосок». Люблю рассказы этого писателя за его описание животных, описание природы. Ещё одна книга – это книга Могилевской, «Когда Маша была маленькая». Издание 1973-го года. Книга Мадонна, которую написала Мадонна «Английские розы». Кстати, сохранность у этой книги просто поразительная. То есть, знаете, такое впечатление, что её купили, только что она из книжного магазина, а не списывали из библиотеки. Ещё одна книга Мадонны – это Яков и Семеро-разбойников. То же самое, нигде никаких надрывов, тоже очень хорошо она сохранилась. И в красивые иллюстрации. Художник, кстати, Геннадий Спирин. Далее у нас следует «Колосок». Если я не ошибаюсь, это украинские народные сказки с иллюстрациями Врачёва. Издание 1977-го года. Ещё одна книга, ещё одни сказки. Это «Ворон Кудха». 1974-го года. Если не ошибаюсь, это сказки народов Севера. Да, это сказки народов Севера с рисунком Врачёва. Далее у нас следует книга Бороздина. «Рави и шаши. Как снежок в Индию попал». «Маленькие повести». Книга 1981-го года. Чудесная книга с иллюстрациями итальянского иллюстратора Тони Вульфа. «Сказки волшебного леса. Великаны». Конечно, сохранность она 1995-го года. Сохранность так себе, но иллюстрации беспособные. Я очень люблю этого художника. Сейчас его стали переиздавать массово. Может быть, переиздадут эти книги. Я их, кстати, увидела впервые. Брала только ориентируясь на название. Ещё одна книга с иллюстрациями Тони Вульфа из этой же серии «Сказки волшебного леса. Вномы». Тоже вздаваясь за иллюстрации, рассматривать которые я могу бесконечно. «Хит-падеша». Это книга из индийского партнёра. «Полезные наставления». Книга Шарля Перло. «Волшебные сказки». 1975-го года. С иллюстрациями Вулатова и Васильева. Далее у нас следует книга Геннадия Циферова. «Сказки». 1969-го года. С рисунками Чижикова. Ещё одна книга. Это книга Могилевской. «Сказки о маленькой Машеньке». 1962-го года. Также у меня... Я раньше показывала книги, когда уже Машенька выросла. Книга Маршака. «Весёлое путешествие. От а до я». Тоже взяла из-за иллюстрации. Взяла потому, что Маршак. Издание 1962-го года. И здесь, насколько я помню, здесь несколько писателей, несколько художников. Да. Брославский, Бруни, Васин, Лирейский, Ермолайский, Канашевич и т.д. Книга Михаила Плецковского «Я на облаке летал». С иллюстрация Мичижикова. 1969-й год. Последняя стопочка у меня осталась. Начинается она киргизскими народными сказками. 1966-го года. Здесь была трещина корешка. Я её подклеила теперь. Вполне приличная книга. Книга Екатерины Каргановой «Гав и его друзья». Здесь про пёсика. Поэтому она и была мной из-за тат. Книга Богдана Чалова «Сто приключений Барвилка и ромашки». Помню, что 1978-го года книга. Рисунки Григорьевой и Григорьевой. Помню, что тоже когда-то видела рецензии на данную книгу. Поэтому, когда увидела её название, ты тоже решила взять. Чешские народные сказки. 1951-го года. Книга Дональда Бисса. Это «Забытый день рождения» с иллюстрацией Мичижикова. 1977-го года. Тоже вполне приличное состояние. Фильмы-сказки. Сценарий рисованных фильмов. Выпуск 1969-го года. Тоже очень интересное издание. Книга Бориса Бродского «Вслед за героями книг». 1967-го года. Книга «Вслед за героями» процитирую немножко из видения. «Вслед за героями книг» – это путешествия сквозь века и страны, туда, где жили, боролись, любили и страдали люди, знакомые нам с детства. Герои прославленных исторических романов и повестей. В углавлении указано за Спартаковым Древний Рим, с рыцарем Айвенга на турнир, с Квентином Дорвардом в Мятежный Ильеж, Москва времен Ивана Грозного, Париж королевским мушкетером, в Москву с Таней Лариной. Думаю, будет интересно познакомиться. «Сказки сельвы» – «Анакондор». Автор Реджани или Реджани, извиняюсь, если неправильно произношу, неизвестный для меня автор. «Пятеро ребят и одна собака». Ну, из названия ясно, что я взяла, потому что то, что собака. Это итальянская книжка итальянского автора. Прочитав эту книгу, вы узнаете, как живут дети бедняков в послевоенной Италии. Ну, думаю, тоже будет интересно. Книга Акима «Учитель так-так и его разноцветная школа». Тоже неплохо сохранилась. 1972 год. Книга Эллен Нитт «Рассказы о Пелерии». Книга 1967 года. Рисунки Сильвии Вильял. Понимаю, про девочку маленькую. Думаю, будет интересно. Книга Куликова «Повести Демитки и Медной копейки». Это историческая книга. Вместе с мальчиком Демиткой ты пройдешь сквозь многие опасности и приключения. Побываешь в палатах всесильного боярина Милославского. Заглянешь в страшный царский застенок, где часто пытались совсем невинных людей. Станешь свидетелем грозного народного восстания, которое получило название «Медного бунта». То есть, в принципе, я думаю, будет интересно ознакомиться. Опять сказки. Сказки народов СССР, как братья отцовский клад нашему. 1988 года. И последняя книга – это книга Пройслера «Маленький водяной» и другие сказки. С рисунками Кабакова. 1985 год. Взяла, потому что в детстве, помню, очень любила Пройслера. И куда-то у меня делось его издание. Поэтому, как увидела, что бесплатно отдают, решила взять. Ну и тоже с сохранностью повезло. Это все стопочки, которые получились. Теперь читать, читать, читать и любоваться. Я очень рада, что есть такая акция, которая позволяет пополнить свою библиотеку. Хотя, признаюсь, среди списных книг бывают такие книги, состояние которых желает оставлять лучшего. Продолжение следует...